Новости. Значит, вы спрашивали, что было, сколько, ну, проходили мероприятия 18 числа. Там все с проектами на презентацию по очереди вызывали по одному, по одной компании. Наш проект тоже был представлен. Сейчас, после этого представления, мы готовим запрошенные материалы, потому что трансмашковые интересуют именно двигатели общей промышленного назначения, потому что помимо всевозможных тяговых двигателей, у них очень много эксплуатируется двигателей общей промышленного назначения, так называемые сопутствующие двигатели. Ну, поэтому первая встреча состоялась, первые контакты состоялись. Дальше мы переходим в стандартную рабочую процедуру. Все как обычно. Все это уже привычно. Будем рассматриваться друг кружку и потихоньку к тягецам отношения выстраивать их, либо, может, и не будем выстраивать их. Так что они это все покажут, а там посмотрим, потому что я с большой осторожностью отношусь к российским, и не только к российским, а к зарубежным потенциальным партнерам, потому что нам прекрасно понимают, что и знают, что никто, чем тягу голову, в проекты не втягивается, все пытаются получить максимум за минимум, а желательно заставить тебя работать на себе, желательно бесплатно. Кстати, сегодня приезжал не в Лобо, они с Игорем Корховым достаточно долго обсуждали разные вопросы, и в том числе вопросы, связанные с организацией тюнинга автомобилей, переводом их на электротягу. Но дело в том, что все эти направления, вот этого тюнинга, переделки, да, они нужны, они популяризируют проект, они показывают его возможности, и в частности появление асинхронных двигателей, совмещенных обмотком, открыт для многих самодельщиков дорогу, потому что вместо DS6.3, которые были коллекторами двигателей, появилась альтернатива. Практически каждый мог себе взять асинхроник, перемотать ее, поставить и получить тягу и двигатель. Поэтому это открыло целое пластерное направление. Вот, и в частности, Global тоже сейчас идет по этому направлению, что применять асинхроники для тюнинга автомобилей в рекламобилях. Но это направление, скажем так, но может годиться для самодельщика, но не для большой компании, потому что для большой компании интересно, интересно представляет именно производство автомобиля. Для этого уже нужно селить на производственный торговый двигатель, а не просто перевод. Также касался вопроса и Виктора Арестова. Виктор Арестова, он же член команды. Виктор Арестова, она ведет свою деятельность на основании лицензии, которая предоставлена, несмотря на то, что он член команды, то лицензия предоставлена на модернизацию. Поэтому Виктор ее использует для того, чтобы брать стандартные пакеты двигателей и модернизировать. Устанавливать рамотку славянка в эти двигатели, для создания тяговых двигателей и распространения их по Азии. Это направление, я уже говорил, это направление за компанией АСПП. Потому что Solomash занимается только новой двигателем. Поверьте, что это все модернизационное направление, оно просуществует недолго. Уже недолго осталось. Потому что как только появятся двигатели новые, уже серийно произведенные, смысл модернизации старых двигателей просто потеряется. Смысла в этом уже не будет. Потому что парк электродвигателей уже изношен и перематывать, тратиться на них уже не будет смысла. Будет намного выгоднее приобрести новый двигатель и эксплуатировать и получать нормальный доход и чем. Продолжать перемотку. И даже если ты перемотаешь горелый двигатель или старый двигатель, ты не получишь такого эффекта, как ты получишь при использовании двигателя нового. Поэтому, ну, отамортизировали, они свои отработали. И сейчас то, что делает Виктор, это используют сейчас имеющиеся возможности для поляризации на комплекте. Ну, и заодно, естественно, сами понимаете, что по поляризации и все остальное, это не может быть бесплатным занятным. Потому что бесплатно никто ничем заниматься не будет. И на этом надо тоже зарабатывать. Это нормально, потому что ничего Виктор бесплатно не делает и делать не будет. Это надо прекрасно понимать. Да и вы тоже самое, Бракинти, кто-нибудь из вас стал бы что-нибудь делать бесплатно, просто так. Да, вы можете делать, но перспективу, либо еще что-то, но кушать же надо, всем надо кушать. Это ясно и понятно. Поэтому основная задача Виктора Алисова – это популяризация, реклама и, ну, собственно говоря, есть такой термин – прогрев рынка. Подогрев рынка. Чем он и занимается весьма успешно. Бракинти Продолжение следует...